Мисси, Мисси, поехали в Икею? Погнали? Вперед! Всем привет, друзья! Мы приехали в Икею тратить денежки, новогодняя Икея, посмотрим, что тут в Рождество. У нас сегодня Рождество, и мы как раз приехали сюда. Будем покупать все для детской комнаты. Что-то, кстати, очень много людей, мне кажется. И смотрите, какие прикольные новогодние шарики тут повесили, красиво. Мэн, ты хочешь в комнату? Тебе же тошнит. Ну давай Милану уже в комнату отдать. Милана хочет в комнату в эту. Пойдешь? Да, мне так давай. Ну давай, я оформил тебе подписку сюда. Короче, смотрите, только на один час можно один раз в день оставить ребенка. И от трех лет до шести, от 90 до 180 до 120 сантиметров. Все, смотрите, даже какая-то распродажа, плюс 10% по скидке по акции. Смотрите, нам дали жилетку под номером 12, прикол. Тут прям надо ходить в жилеточках. Милана еле у нас по росту прошла, потому что тут 120 сантиметров, а у Миланы рост по 20 сантиметров. Все, Милана пошла в комнату играть. Так, смотрим товары по акции. 39 рублей, вот такие щеточки на липучке. Можно прилепить ее куда-нибудь. О, вот так. И все, она стоит. Красота. О, смотрите, детская комната. Нам нужно вот такую штуку взять, я думаю. Или нет? Но это мы в сомнениях. Сомнения? Думаем, братья или нет. Что-то еще можно взять. Я хочу дать штуку. Какая? Вот такой столик у нас есть. Только у нас ящик с другой стороны. Что-то еще можно взять. Вот этот стульчик прикольный, да? Для растений, для цветочков. И вот такие полки. Можно было взять, Милан, такой модуль. Кстати, над столом. Вот такой модуль. И туда чик-чик вот эти все штучки. Вставляйте все, и с игрушками. Ну, так прикольно валяется. У нас комната. Нет, давай такой модуль возьмем. А у нас получается только один войдет. Или два в блину. Да, или два в блину. Или на ту стену повесить. О, под диван, да прикольно. Смотрите, они по акции 2199 рублей. Два ящика поставили. Давай возьмем. А где они? А воню, да? Да, бери по акции 2199 рублей. Да? Да. Их, кстати, в цвет наш стиль, да, комнаты? Только черные квадраты обидно. Нет других цветов? Нет. Но другого цвета нету, только такие. Нет. Да, это который вешал. Ну и вот эти штучки возьмем. Продание, наверное, без акций сейчас. Вот эти крючки прикольные. Мне они всегда нравились. Возьмем? Давай. Смотрите, еще игра появилась. Кидать рыбок. Кто поймает рыбку? Дартс. 999 рублей. И мышки. По 179 рублей. А у Милана, конечно, хотела бы себе такую. Но эта штука непонятно, сколько стоит. Нет. Вот, смотрите, пример, как это все может висеть. Сердца эти. Здравствуйте. Очень приятно. Царь. Валюша, что это? А, вот, как она делала. Подарила нам сестра. Миланина троюродная сестра. Подарила нам вот такие штуки. Их вот так наклеиваешь, наклеиваешь. Потом заливаешь водой. И они слепляются. Или как-то так. Или феном их надо греть. Да, и вот так они слепляются. Любую можно фигуру построить так. Получается, набор стоит 500 рублей вот такой этих штук. Потом фигурки стоят 200 рублей. А, ну вот она, сердечки. Да, вот она, сердечки-то и делала. Есть даже, смотрите, целый инструмент. А вот он, набор этот. И он уже с этими штуками идет, нет? Нет. А, без них 1300 рублей. О, вот такой прикольный. Еще, смотрите, тут очень много перчаточных кукол. Рука тут вставляется. Смотрите. Мяу-мяу. Я акула, всем привет. Их тут даже рисуют. Видите, тут есть всякие принцесски. И вот эта акула очень прикольная. Валюша, можно я тебя поцелую? Можно? Вот Валюша решила кисточек еще взять, это у нас нету. 169 рублей по акции. О, берем, берем. А, нет, это 4 фломастера. Это вот это стоит 169. Вот эти штуки сейчас по акции 169 рублей. Для Мольберта. У нас, кстати, есть такой Мольберт, но мы им не пользуемся. А, и смотрите, Мольберт тоже по акции. 1200 рублей сейчас стоит. То есть, типа, супер-пупер акции. Не, ну кисточки возьмем, кисточки классные. А это еще новая бумага для Мольберта появилась, Валюха. А, вот кисточки. А, 200 рублей. Ля красота. Выгодно, бери. Есть еще. Вот. И тут внизу тоже фломастеры какие-то болтаются. Вау. А, смотри, можно сразу рисовать. Ну, по акции, получается, только вот эти кисточки. Вот видите, как можно рисовать. Тут примеры даже есть. Мелочки. Вау. Вот эти тарелочки по акции 150 рублей сейчас стоят. Такие десертные. Очень красиво выглядят, да? А эти не по акции, салфетки? Салфетки бумажные, 33. О, они в этой, в салфетнице, Валь. Да, возьмем. 129 рублей. Они идут в салфетнице сразу. Не надо? Ну да, не надо. Есть вот такие металлические салфетницы. Ну, пожалуйста, мне взять этой Жене в подарок. Кто это? Имбирная печенья. Банка с крышкой 49 рублей. Где она? Вот эти банки с крышкой по 49 рублей. О. Не, ну печенье. Печенье, конечно, вкусное здесь. Тут просто положить, шампанское взять, печенье и все. Или посмотрим еще что-нибудь. Да, посмотрим еще что-нибудь. Давай пока положим его. Не надо, пойдем. Постельная по акции вот такая, полторы тысячи. Она к тобой была эта, а мы взяли к тобой, да? Да, у нас все есть. Вот смотрите, новинка, простыня пододеянник, 1000 рублей. Обычно есть только пододеянник. На ощупь очень приятный, кстати. Обалденный. Не знаю, наверное. Под рубашку, под цвет, под мой. По акции сейчас подушечки такие, 400 рублей. Так, типа они 700. Ну такие они какие-то не особо. Не особо. Так, смотрите, кружка 129 рублей. Акция. А это что такое? Фунгер, поднос. А, это просто поднос. Я думал, это против. 200 рублей. Взялся держатель для телефона, снимать обзоры. Вот это техники. У меня заказывают обзоры. 149 рублей стоит. О, по 35 рублей. И под столик. Под столик, под табуретки, да наклейки? Да. Что за елка? А, вот она она. Такое надо поднять. А, вот как она поднимается. Прикольная елка. А вот тут машинки. 700 рублей получается набор. Две машинки и трактор. И вот так они стоят здесь. Классные машинки. Такие наволочки по акции. 199 рублей. Вау. Я это все думал, взять там такой домик или нафиг? Не, нафиг. Нафиг. У нас есть такая штучка, кстати, очень удобная. У Милана в комнате. Мой подсвечник какой светильник. Прикольное сердце. Ну, эти акции на плечики. 8 штук, 90 рублей. 8 штук, да? Взяла? Валюша взяла. Ну, вот такую полочку, я думаю, взять Милане над столом. Чтобы всяких котят потерять, ставить новинка. 500 рублей. Прикольно смотрится. Давай возьмем, где она? Вот она. Лустик, да? Все, это она. Да? Вот такая компактная. Мой, какие прикольные крючки, стульчики. О, получается, 200 рублей стоит. Классная. Смотрите, по акции, вот эту штуку у Миланы в детскую комнату ее хотели давно. Стоит 300 рублей сейчас. Очень выгодно. Вместо того модуля. Да. Давай ее. А чем мы ее тут рассказываем? Да все, что угодно. Рюкзаки туда себе. М? Ну, вот берем. 300 рублей. Единственное, что она такая черная. Ну, да ладно, нормально. Ну, просто акция, это же надо брать. Валюше понравились эти лампы, но они без акции. И как они горят, непонятно. Лампа настольная. Тут вот еще лампы. Тут ящики, смотрите, на колесиках. Кстати, наверное, в нашу эту подойдут они. В нашу систему хранения по размерам. Да, классные тут светильники. Но у нас есть облачко. То есть не облачко, а луна у нас есть. Абажур. Абажуры по акции 500 рублей вот эти. А это какая-то... Что это вообще такое? 90 секунд крутишь. А, это фонарик, который можно заряжать этим трением. Копилка-хрюшка сколько стоит? 350. Не знаю, я думаю, что еще взять. Валь, смотри, я думаю, может Милан взять на кровать вот такую штуку. Карман для кровати. Его можно повесить на любое отделение. Она идеальна по толщине. Ну, на бортик. Нет, не только на спинку, даже сбоку кровати просто. 299 рублей. Можно черного, можно какого-то розового. Розовый. Что, возьмем? Мы разобрали практически тут. Мы сейчас возьмем какое-нибудь снизу. Знаете, как это, как... Типа просрочку прячет. Так и я снизу беру. А я видел, он у Ильи с Настей такая штука. А, ну вот. Да, и туда пульт можно вставлять, что угодно. Это какие-то сумки прикольные для детей. А, это сумки, которые вешаются, и туда можно тоже все складывать. Смотри тоже. Волки прикольные маски продаются. Их можно раскрасить. Как угодно, видите. Кто-то сделал такую черную смесь, кто-то сделал человек-кулка. Вообще. Не, ну выглядит, конечно, ужасно, криповое. Смотрите, по акции вот эти полотенчики. 10 штук, 200 рублей. Все их берут и смотрю. О, вот они, они висят. Такие хорошие для кухни. Мари, пирог 99 рублей, Валюш. А где он? А, вот такой пирожок. Только в чем прикол, я так и не могу понять. Что за пирог? Он типа цепляется куда-то. Он просто мягкая игрушка, пирог. Зато вот можно подарить его такой набор. Ну, кому мы подарок выбираем? 600 рублей. Видишь, корзина с мягкими Валюшками, фруктами. И вот так они выглядят. В разобранном виде, смотри. У нас тут свали спор. Взять вот такие штуки. Или вот такие чемоданы. Для хранения под кроватью. Или вообще вот такие штуки, чтобы носки туда складываются всякими причиндалами у Миланы в комнате. О! Ну, видишь, они все новинка и все стоят дорого. Вот невыгодные, братья, такие. Вот, что, смотри, какие палаточки. Нет, все вот еще гвозди. Они не будут стоять, и будут падать вниз. На них стоит полка. Валя, короче, не понимает, что я хочу. Сектор приз на барабане. О, крути... Кот, крутите барабан! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И что ты выиграл? 22 черное. Ура, я победитель! Давай на Нарнию. Смотри, здесь проход в Нарнию. Тут вообще ничего нет вокруг. Такой шкафчик. И написано, вход только для сотрудников. Там, наверное, кто-то живет. Лайк-хак? Лайк-хак? Икея. О, пусто. А стоит 250 рублей, да? Простая картонная коробка. Картонная коробка, обалдеть. Кстати, народу очень много. Очень-очень-очень. Очень-очень-очень много народа. Обалдеть вообще. Не пройти, не проехать. У нас свалится снова скандал. Она хочет вот эту розовую хрень, которая сверху крепится. Вот нафиг нам нужна. Ну и что? Она не хочет. Она даже ни разу меня не просила об этом. А что у тебя будет просить? Ну вот и все. А вот перед тем, как ехать в магазин, я вот это в приложение накидал все, что хочу. Нам осталось, получается, только для кухни эти штучки, крючки посмотреть. Вот полочки мы купили. Остались только крючки на кухню. Штанги. А мы их проехали, да? У нас ребенка сейчас. Ну да. Вот еще ящик прикроватный, но мы решили его не брать. Получается, дорого стоит. Карманчики взяли. И остается полку большую нам купить. Но она на складе есть. То есть ее надо взять вот. 30-32, 30-49, 30-51. Давай пройдем. Такая полка стоит 3000, длинная. 2,40. А так вроде все взяли. А это что? Вот что нам надо. А где эта штука? 99 рублей стоит. А где она? Что-то я тут не вижу. Ну, Валюша, такое зеркало я хочу в себе. 6-й. Народа, кстати, очень много. Это еще жесть. Не пройти, не проехать. Вот тут стойка. Смотрите, по акции вот такие рамочки. На три фотографии. Прикольные, красивые. Поехали, Валюш. Набрали с Валюшей пластмассовых крючочков. Они прям дешево стоят. И вот таких металлических. Они, конечно, подороже стоят, но и прикольнее. Вообще прикольная вот эта штука магнитная. Смотрите. Сюда можно и ножи магнитить, и полки магнитить, все что угодно. В общем, господа, никому не советую в новогодние праздники идти в Укею. Мы приехали сюда в час дня. У меня в интернете было написано, что очень много людей в 5 часов. Мы приехали в час. Тут не протолкнуться. Вау, Валюша, 120 рублей. Ты представляешь? Я надеюсь, ты не будешь это брать? Ну, не, я против искусственных цветов. Ну, вот. Да. Я вообще против цветов. Все, мы пришли за Миланой. Оно в носу ковыряется. Еще мы пойдем в ресторан, а потом нам нужно идти на склад и найти нам полку. Вот видите, 30-й ряд, место 32, 49, 51 и так далее. Ну, вот только стоило выпустить зверя, так сразу пошло все отрывать. Милан, ты что там делаешь? Пошли кушать. Они специально так делают, что ты выходишь через короткий путь, и тут игрушки, когда ребенка забрал уже. Да, чтобы ты все равно с ребенком шел мимо игрушек. Игрушек полно. Вот, смотрите, сидят на панды. Валюша взяла пряченых человечков. 239 рублей в подарок. Ну что, хотели мы покушать, ожидание в очереди 30 минут в ресторане, так что нет. Ну, это ваша жопа. Я, кстати, очень злой. Очень злой. Ну, пойдем сейчас через быстрый коридор, чтобы быстрее выйти уже отсюда. Потому что тут сейчас, эти, склад. Нам на склад и все. Смотрите, рождественский календарь. Сколько? 250? 200 рублей вот такая штука. Правда, какой-то календарь, я так и не понял, что это. Вот коробки еще есть большие, 269 рублей. Вот такие. Тоже типа акции. По акции ящик с отделениями. 200 рублей сейчас стоит вот такой красивый. Да, смотрю, все берут эти тапочки. 279 рублей. Все их очень любят. Они такие снизу, как валенок. Прикольные. А вот еще коврик вот этот разноцветный мне нравится, как палитра. Я постоянно ржу с этих крючков, которые жопой торчат. А-ха-ха-ха. Кого-то собака зашла в стену. Тут очень удобные вот эти контейнеры. Видите, они тут. 11 литров 70 рублей. Большой. Да, 11 литров 99. А это что? 11,22 литра. Не пойму. А, это крышка, значит. О. То есть обидно, что без крышки он продается. Какой мешок? Называется Дима. Мешок. Мешок для сортировки мусора. 169 рублей стоит. О, смотри, сейчас прям сортировка мусора. Это такая модная тема. Вот они тут продаются. Очень тяжелые, кстати. Тут и картонные ящики. Мешок для сортировки мусора. Ну, вот этот контейнер классный, да. Вот крышка. Нет, он не с крышкой. Отдельно крышка. Да, вот такой контейнер на балкон. 45 литров. Да, вот это красота. А здесь, смотри, 130 литров. Вот что на балкон надо. 1000 рублей стоит. Смотрите, Милану тут красоту наводит. Разложилы. Цветочки. Ой, как красиво. Цветочек 49 рублей такой искусственный. О, это свечка имбирный пряник. Очень вкусно. 69 рублей. Возьми такую. Да, вам понюхай. Будем сегодня зажигать ее. Да, что ж. Вкусно пахнет. Валюк, смотри, ваза 79 рублей. Как быстро летит время. Как быстро растут дети. Да, Милан? Кстати, гулять по складу, по вот этому, где все можно брать, мне даже больше нравится, чем по выставочным этим павильонам. Че там? Че там? Че это такое? Просто рамочки. Просто рамочки для фоток. Когда я вижу эти колбы, постоянно вспоминаю фильм Остин Пауэрс. Вот, чтобы не болеть, покупайте алоэ вера. 600 рублей. Потом берете листик, выжимаете его чеснокодавкой. И капаете в нос. И вы постоянно чихаете. О, есть даже алоэ за 269 рублей маленькая. Вообще прикольная. Именно, чтобы не болеть. Олеша, смотри, это мы с тобой обнимаемся. Это какая-то я порнуха. Посмотрите, как прикольно кактусы продается в этих колбе, чтобы это, ну, пальчик не обрезать. 250 рублей. Ой, тут прям очень много растений стало. Мне кажется, раньше столько не было живых растений. Ой, мне кажется, раньше живых растений столько не было, да? Прям вообще. А вот мы пришли на склад. Смотрим акции на складе. 200 рублей какие-то суперарома-свечки здоровенные. А вот ее можно понюхать. Не, слабо пахнет вообще, еле-еле. Какой-то рождественский напиток 79 рублей. Возьму-ка я его попробую. О, возьмем. Бокалы нам не надо. 329 рублей. О, 6 штук вот такие бокалы. Бокалы для вина 99 рублей. Они такие вообще шикарные. Больше, чем у нас дома. Прикиньте, ведро для вина. 1000 рублей стоит. Это как кубок. Знаете, когда получают они кубок Стэндлер. Да, конечно. Ну, я думал, туда прям надо этом пить. Набирать. И пить. Тут леечки. Вот по 19 рублей, кстати, вон не надо тебе. 19 рублей. Иван, берите леечку. Да, берем. Свет какой, розовый? Есть розовый, черный, зеленый. 19 рублей. Красота. Акция. Еще вот литровые бутылки с пробкой по акции. 99 рублей. Нет, это не литровая. Вот она, литровая. 100 рублей бутылка не нужна, Валь? С пробкой. Ну, по идее, не надо. Мы не пользуемся. А вот можно свечки понюхать. 129 рублей. Сразу. Прикол. Ведро для вина. В нее сажают вот такую штуку. Фейка. Растение искусственное. 1200 рэ. Вот еще акция. Такая баночка. Литр. 179 рублей. Вот и бутылочки. О, Милан, подарочки Икея. И сколько они стоят? Набор имбирных фигурок плюс набор для декора. 468 рублей стоит. Да. Ну да, пряничные сколько? 250 стоили? Да. Ну, тем более, этот набор для декора, им никто не будет пользоваться. Вот я бы лучше взял вот такое печенье. А, почему вообще не домой? Нет, домой вообще ничего не надо нам. Брикеты, кстати, баню топить, вообще балденная вещь. Что 19 рублей, одного брикета хватает. Фиг знает на сколько. Он весит килограмм 10, мне кажется. Ну, вот эта штука. Или килограмм 20. Она вообще неподъемная. 5 штук. Ну, смотрите, нормальный стеллаж такой крутой. Правда, необработанный. 400 рублей. Но его надо покрывать лаком потом. Ну, вообще он классный, посмотрите, какой. О. Иду по складу ищу свое место. У нас ряд 30, место 32. О, вот она. Вот эта штучка нам нужна. Опа, 120 сантиметров. Тяжелая. Все, взял модули, которые надо было собрать на складе. Опа. И две полочки внизу. Едем на кассу. А Милана балуется? Да, Милан? Нет. Что ты за фигню ухватила? Мышку? Я только знал, что мышка ей понравится. Милана теперь уже на змеи напала. Ой, какой лев красивый. Лев 1300, смотрите, какой хороший. Хорошка. И 500 рублей змея. О, все ее, кстати, вешают все ее на плечи и с ней фоткаются. А вот так прикольно она может выглядеть в детской комнате с ящичком. Смотрите, сколько. По 99 рублей. О, там можно играть игрушками в этот баскетбол. Милана кинула, попала. Ничего себе прикол. Прикольно. Баскетбол игрушечный. Милана, ты попала? Да. Молодец. А дома у меня есть вот такая штука-крутилка. Вообще крутая. Она помогает мне в работе снимать всякие эти штуки красиво. У, кто ты сегодня? Кто я сегодня? Давайте проверим. Я сегодня... Чумачечья сова. А ты, Валя? А кто? Теперь Валя. Все, все, все. Один раз. Смотрим, кто сегодня Валя. О, Валя, ты сегодня... Тебе за ушки их кормушки сегодня надо. Милан, Милан, иди сюда. Смотри, как там. Крути, Милан. Кто ты сегодня? Крути колесо. Раз, два, три, гони. Так, кто же у нас Милана? Давай, давай. Не трогай. Не трогай. А, Милан у нас змея. Она и так змея у нас по гороскопу. То есть это по знаку зодиака, да, получается, змея? Полка для обуви. 500 рублей. Вот такая. Вот такую я маме делаю. Ну, кстати, взять можешь ее. И на нее можно сразу вот такую штуку взять. Еще Милана хочет себе такую железную дорогу. Мы такую железную дорогу купили в детский сад. Родительский комитет. Дети играются. Прикольная штука. О, а тут волк, смотрите. Смотрите, волк с бабушкой сразу идет. Валь. Волк и бабушка. Типа волк может съесть бабушку. Да, смотрите, тут живот у него открывается. И внутрь можно бабушку положить. Жесть, игрушка. Можно даже вот такой набор собрать. Кукольный домик 2699. Что-то дорого, мне кажется, честно говоря. Стоит, он, тысячу я купил. А вот это колесо фордуны стоит 1300. О, вот такое. У, тут вообще красота. Смотрите, какая идиллия. Что-то мало света в Икеа. Раньше, мне кажется, тут ярче было. Сейчас я прям снимаю, прям тускло как-то. Панды эти знаменитые по 1000 рублей. Жалко, акул нету. Акулы вообще все разобрали. Это что? Печенье с малиной 79 рублей. Стаканчики разноцветные 129. Здесь еще соус всякий. О, под торт вот эта стеклянная штука стоит 1000 рублей. Смотрите, у Миланы 120 сантиметров роста. Она уже у нас панда. Насколько ты мягок. Ты мягок как панда, Милан. А здесь вот мебель продается как раз в этот домик. Вот спальня 900 рублей и так далее. Есть телега для игрушек 1700 рублей. Я смотрю, сейчас очень популярная игра. Когда мы ходили, все дети играли вот, молоточком забиваешь. То есть это типа как бы для мальчиков, но девочкам он тоже нравится, развивает. Он типа ты забиваешь, и нужно выбить тебе эти штуки. Кто быстрее, к примеру. К примеру, Маша, Катя выбивают черные, а там еще кто-нибудь желтые. И кто быстрее выбьет. Приколюшка. Ой, кстати, у меня в детстве была вот такая штука. Я ногами любил это. Ноги клал сверху, и так массаж для ног. Классная штуковина. Муа Милан, корзина для мягких покупок. Здесь игрушечки внутри. Видишь, ананасик, яблочко, сыр. Мне нравится вот такую штуку, я бы дарил детям. Ну там, на день рождения. Классная игрушка. Кстати, Валь, смотри, я думал, это рулон просто, чтобы рисовать. А это для раскрашивания. Это раскраска, в которой 100 метров. То есть ты ее раскрас... И постоянный рисунок другой. Всякие слоники, всякие фигоники. И ты его разматываешь, разматываешь. Надо только придумать какую-нибудь дощечку, какую подцепить. Смотри, что подошел. Где с каком-то типом были такие отсеки? Это раскраска такая. 10 метров. 349 рублей. Все, поехали мы на кассу. Много-много людей. Да? Там ресторан? Сейчас мы... Вау, тарелка для свечи, кстати, Валюш. 49Р. Большие свечи. Да, геморрой. Не стоит свеч. Че, Валю, что чувствуешь Рождество? Народа вообще не протолкнуться. Че ты хочешь мне показать? Шампусик какой-то? Давай-ка, посмотрю. Валя меня отправила посмотреть, что там за шампусик. Тут у нас тарелочки, вилочки. Четыре старые. О! Напиток яблочно-брусничный. Он с алкоголем, нет? 26% Брусника. И тут уже праздничная упаковка из пакетики для шампанского. 129 рублей. Есть вот такие коробки. О, как конфету можно сложить. 200 рублей стоит. Классно смотрится. Все, мы все купили. Милана тут решила подработать уборщицей. Вон, полы тут промыло уже. И смотрите, какая приколюшная тут эта... Как это называется? Инсталляция, короче. Тут вот медведь. Здесь медведь рисует Деда Мороза. Здесь медведь ловит рыбу. Здесь, о, дает концерт в Олимпийском. О, тут, смотри, просто сосет. Пальчик. Он какой-то ужасный. У него там что-то черная шерсть какая-то на животе. Вот он просто кивает. А вот этот на лыжах валяется. И тут еще такую красивую паутинку повесили наверху. Вообще, конечно, красиво. И тут все люди, я смотрю, все здесь. Смотрите, какой поток людей идет на экскаваторе. Не пройти, не проехать. Тут все, мы поэтому взяли такси и едем домой. Потому что уже невозможно тут находиться. Тут даже лифт красивый. Класс, что это у тебя? Это разбило. Разбилось? Да. А зачем вы ее купили разбитую? Нет. Убил у Катая. Она была хорошая, да? Да. А потом ты упала? Нет, потом... Ты уронила? Да. Упала. Мама тебе сказала спасибо? Нет. Кстати, Валюша, угадай, сколько стоили наши покупки в Икеа? 7200. Откуда ты знаешь? Да, 7200 все вышло. Потому что много было по акциям. И еще там 10% скидка за что-то, не поймите. А это был человечек, да? Да. И сломался? А, это сердце. Это на сердце похоже. А мы в Икеа купили вот такой нам лимонад праздничный. 79 рублей, по-моему, стоил. Очень вкусный, кстати. Он не сильно сладкий, но он вообще практически не сладкий. Вообще, я замечаю, в Европе сладкую воду, она не настолько сладкая. Знаете, не сильно пьют сладкую, как у нас ситро. То же самое. Прикольная штука. И такси заказали Яндекс. Детский тариф до нашего дома 900 рублей. Если бы без ребенка, то вышел бы 500 рублей. Но за ребенка двойная плата. Детский тариф до нашего дома 900 рублей. Мы уже дома. Давайте покажу, что купили. Купили вот такую штуку, получается. Сюда ее повешу на стену. Запомните, как это все сейчас выглядит. О, вот сюда. Вот эта штука пойдет сюда. Потом лоханулся я, блин, с вот этой штукой. Она не влазит к нам под кровать сантиметров, наверное, на 8. Вот видите, не влазит. Надо чуть-чуть поменьше брать. Там были чуть пониже. Короче, имейте в виду, что вот в эту кроватку, которая икеевская, они под нее не влазят. Не знаю, куда мы тебя будем определять. Вообще, эта штука идеально входит в икеевские шкафы. Можно даже под трусы и носки использовать. Потом вот это кармашки. На кроватку идеально подошли. Можно повесить хоть вот здесь. Можно там повесить. И можно тут повесить. Короче, может мы ее еще перевесим куда-нибудь в другое место. Не знаю. Потом вот эту подложку взяли. Видите, она прозрачная, что удобно. У нас здесь раньше был кусок линолеума, чтобы Милана на нем рисовала. И под ним постоянно какой-нибудь лист положишь и забудешь про него. И ходишь, потом ищешь. А здесь, видите, хопа, тут наклеечки внизу. Все видно. И здесь ребенок может там рисовать. Потом она моется легко. Вот. Потом вот такие крючочки мы повесим рядом с дверью, я думаю. На вот таком креплении. То есть вот это крепление в стену вкручиваешь. А потом просто эти штуки сверху застегиваешь. Они застегиваются. И вот такая полочка. И думаю, сюда прикреплю. Вот эту полочку. Вот сюда у Миланы над столом. Нет, я тут. Куда ты хочешь? Что ты хочешь? Вот тут. Вот тут? Нет, вот это мы сюда приклеим. Вот так. Вот так повесим. Вот так будет красиво, Милана. Тут цвет такой как раз зелененький. Будет пересекаться с этой русалочкой. А, и кстати, вы что еще не видели? Мы Милане фамилию купили в коврик за 1000 рублей. Вот такой. Очень прикольный, что он на резиновой подложке. Эта подложка вообще не скользит. И он всегда прямой. То есть его как ни крути. И кошке он нравится. Милана здесь на нем лежит. Он, конечно, не под свет комнаты вообще не подходит. Но зато на нем тепло. Очень тепленький. Что, Милана, тебе нравится? Как кошка. Как кошка, да. Потом вот полка, которая 2,40. Самая длинная полка, которую можно купить. Она пойдет у нас вот сюда. И будет она вот даже вот до сюда идти. То есть, смотрите, у нас здесь есть кухня. Я посмотрю, что расстояние вот это было одинаковое. Столько же здесь отмерю от этой стены. И до микроволновой печи будет висеть. Придется только, возможно, фоторамки убрать. И, возможно, придется часы убрать. Ну, да ладно, приду на другое место. Потом этот, как он называется? Рейдинг или как он там забыл. Ну, короче, вот эти балочки. Вот эта металлическая, которая мощная. И две пластиковые. Хотя пластиковые тоже мощные. И 90 рублей стоят. Это вообще класс. Вот, короче, всем советую берите вот эти рейдинги. Которые вы поняли меня. Сейчас вам покажу, для чего они нужны. Они вообще нужны. А, так. Валя купила кисточек. Потом я взял батареек всевозможных. Валя не может это руки подождать, помыть попозже. Ей надо прямо сейчас. Да. Вот. Потом есть вешалки вот такие. Валя взяла Милане детскую. Да. Свечку, которая очень вкусно пахнет мороженцем. Потом подкладки под табуретки. Хотя они у нас есть. Но Валя сказала, что надо новые. Они у нас табуретки. Все на таких подкладках стоят. Потом я себе взял, чтобы снимать обзоры. Вот эту подкладочку, которая под телефоны, планшеты. Сюда можно вставлять. Очень красиво. И вот на эти рейдинги крючочки, которые я вам показывал. Вот на пластиковые, которые вот такие крючки. Это на металлические. Вот такие. И на пластиковые еще дойдут два вот таких стакана. Сюда можно ложки, вилки. Можно сюда в одну, я думаю, вот одушку мы насыпем, чтобы пахло. Валя сказала. Вот Валя купила себе две одушки. Вот такую. И вот такую. Но вот эта пахнет вкуснее, мне кажется, красная. Вот она. Что, кошка, хочешь понюхать? Ты что, кошка, с ума сошла от этих ароматов? Потом лейка за 19 рублей. И завтра мы к друзьям поим в кости. Взяли им вот такие печенюшки подарим, да? Друзья. Ну вот и все покупки. Вот эти 7 тысяч. Но я рад, что мы очень много купили для хранения. То есть я сейчас все полки развешу. И у нас в квартире резко увеличится место. Ну что, видео про Икею подвел меня Галамарт в итоге. Вот повесил я на кухню полку вот эту 2,40. Вообще четко встала, держится. Все надежно. Очень она такая. По-моему, 20 килограмм на нее можно наставить. Короче, все кастрюли в вашей кухне на эту полку влезут. Потом еще успел повесить вот эту пластиковую рейку. Или как она-то называется. Ты хочешь поняли? Ну и все крючки сюда вывесил. Потому что у нас еще две рейки. Но я повесил сюда и с металлической крючки, и с пластмассовой. Здесь Валюша, видите, уже свои розы насыпало, как пахнет. Вот, давайте понюхаем. Пахнет прям волшебно. Каким-то чаем даже непонятным. И вот здесь, смотрите, начал я сверлить дырочку. И все, и кончились у меня сверла. А сверла у меня были голомартовские. И вы посмотрите на этот ужас. Вот одно сверло. Ну, короче, все, ему хана, она сплющилась. Второе сверло вообще это что-то с чем-то. Походу арматура попалась. И видите, ее вот так разорвало. И мое самое большое сверло, на которое я вешал полку на кухню. Вот это на сотку я вешал. То есть самые длинные болты, наверняка, чтобы побольше килограмм держало. Это шестерка, сотка, тоже сплющилась. Хочу все кончики у меня сплющились, и больше стены я долбить не могу. А у меня только перфоратор, ударной дрели у меня нет. У меня нужен именно вот эти шлицевые, не помню, как они называются. СДС, СДС, конец или как он там. В общем, мужики меня поняли. Закупьте все кончики-то еще. Да, все, это, короче, я выкидываю. Завтра покупаю сверло и завтра снимаю продолжение. Поэтому извиняюсь. Видео хотел сегодня выпустить, но не получится. Ну вот, наступил новый день. Купил сверла, повесил икеевские штучки-дрючки. Вот металлическая так штука выглядит. Мы для нее уже купили вот эту держалку. Вот так выглядят вот эти пластиковые. Так, правда, они какие-то пластиковые, мне кажется, вот они как железные. Мне кажется, они железные в пластике. О, и вот здесь у нас. Можно сюда еще что-нибудь купить, пока мы еще не развесили. Вообще, Вале моей не понравилось. Сказала, это нахламление, хренатенью занимаюсь. Еще не знаю, мне нравится, как выглядит. Сейчас покажу вам еще получше. О, вот так все это дело выглядит. Ну, прикольно смотрится. Типа, все помещение используется по максимуму. А так тут была пустая стена, и никто и ничего не пользовался. Это я еще в том году повесил. Вот сюда вот эту штучку нам дарили на Новый год. Ну, на тот Новый год. Не этот, а тот. Здесь надо шнур спрятать от телевизора. Вот за эту штуку, что удобно. Какие-нибудь липучки куплю. И на липучке их посажу, провод сзади, чтобы он не был виден. Вот так. Так, ладно, пока вот тут. Не знаю, красиво, мне нравится. Кошки, привет. Поздоровайся со зрителями. Вись. Какая... Не хочешь здороваться. В общем, вот этот карман повесил. Так, камера, выривнися. Вот так. Вот карман у нас тут висит. Тут Милана свои всякие планшетики, игрушечки теперь будет раскладывать. Пришлось пониже повесить, потому что Милана не достает. Я вообще хотел повыше. О, вот так. Сейчас покажу. Как вам показать. Хотел повыше этот карман приклеить. То есть не приклеить. Он на три самореза садится. И в чек, одеваешь его на саморезы. Можно еще снизу прикрутить. Но я снизу не стал прикручивать. И вот она полочка, которая маленькая для котят. Мы хотели ее над столом повесить. Но потом я понял, что над столом... Она слишком маленькая, чтобы над столом. Над столом мы в следующий раз пойдем в Икею. Купим вот эту систему хранения. Которую вот эта сетка. И в сетку потом вставляешь все, что тебе хочется. Рулон сюда вставим, который раскраска. В общем, куплю четыре сетки сразу, чтобы всю стену заполнить. Как знаете, как в этих... В мастерских их вешают такие сетки. И туда всякие пассатижи там вешают на них. В общем, вот такую штуку возьмем в Икею для детской. Очень удобная. Потом сюда прикручу. А пока вот эта штука вот так. Здесь у нас котята потерята. Ну, выглядит классно. Еще она прикольно как сделана. Видите, это называется какое-то типа крепление. Ласточкин хвост типа или что-то такое. Сюда, если какую-нибудь полку будешь ставить, она вот так будет чик за нее. Ну, короче, она под углом. Видите? То есть, если что-то навесить на нее, она будет держаться под своим весом. Фокус, ты где? О, тут у нас новогодние котята. И повесил крючочки. Их уже завесили полностью. Здесь у нас теперь у Миланы гардеробная своя. Здесь она вешает... Это из фикс прайса штука. Из фикс прайса сюда она вешает какие-то свои костюмы, сумочки. А сюда портфели, которые нужны... Ну, короче, каждый день. Которые взял и пошел. О! Вот так все выглядит. И, что удобно, потом их можно отстегнуть и убрать, если они мешаются в любой момент. Ну, я доволен. Единственное, что спорное решение, вот этот мешок. Не знаю. Вот эта штука на кровати вообще крутая. Ее еще можно повесить и сюда, на вот эту икеевскую полочку. Она у нас была. Мисс, погладить тебя? Ну ладно, ребятки, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всех люблю, целую. Нажмите колокольчик. И напишите какой-нибудь хороший комментарий. Да, Мисс? Иначе... Субтитры сделал DimaTorzok